Пост ГИБДД на 14-м километре автотрассы Колыма планируют запустить в работу. Об этом стало известно на еженедельном брифинге мэра Магадана Юрия Гришана. По его словам, ключевая задача дополнительной меры контроля заключается в предотвращении пандемии. Планируется, что сотрудники спецслужб будут проверять колымчан на соблюдение обязательного двухнедельного режима самоизоляции после приезда из других регионов. И если гражданин по предписанию должен оставаться за пределами города, в этом случае через пост не пропустят. На 14-м километре мы хотели бы увидеть только одно, чтобы люди, те, которые прибыли в Магадан на самолете и написали, что мы будем проходить изоляцию в том или ином районе области, в том или ином поселке, и они из аэропорта должны поехать именно в тот поселок, где они указали в анкете, будут проживать на самоизоляции, чтобы они не ехали в город Магадан, а здесь мы будем их всех искать. Только для этого. Это просто соблюдение на самом деле санитарно-эпидемиологических требований в части самоизоляции. На сегодня поручения от городских властей по мобилизации поста на 14-м километре не поступало. На днях горожане распространили фейковую информацию в соцсетях, что город на въезд и выезд закроют. Сейчас соответствующие органы проводят расследование и устанавливают авторов недостоверной информации. Также на брифинге стало известно о том, как в Магадане пройдет 28 апреля, родительский день. Общецерковного поминания усопших официально проводить не будут. В областном центре объявлен режим повышенной готовности с необходимостью проведения режима самоизоляции. По словам Юрия Гришана, массовое пребывание магаданцев на кладбище и в церкви может привести к развитию пандемии. Этот период лучше переждать дома, а сходить на могилку по окончанию соблюдения чрезвычайных мер.